Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы хотим познакомить вас с замечательной книгой Рины Зинюк «Как Федя, Вася и Дося на рыбалку ходили». Хорошо летом в Котофеевке. Солнышко припекает, пчёлы жужжат, тишина кругом, а недалеко от речки Муркин дом. Мама Мурка корову подоила, кур покормила, бельё постирала и присела отдохнуть, огород прополоть. Папа Степан уехал на колбасный завод. У них там снова авария. Главный сосисочный аппарат стал в обратную сторону работать. Готовые сосиски хватает, обратно на фарш разбирает. А котята смастерили удочки. Палка, крючок, леска, поплавок и отправились на рыбалку. Федя, как всегда в походы, взял с собой бутерброды. Три с колбасой, три с сыром, а три со сливочным блондиром. Только сначала надо червяков накопать. Вася и Федя лопатами машут, земле ковыряются. А Тося увидела червяка, лапками замахала издалека. Не буду я их трогать, они противные. На что же ты рыбу поймаешь, удивился Вася. Тося призадумалась. На бантик. Федя с Васей так и покатились со смехом. Ничего вы не понимаете, обиделась Тося. Он же розовый. Вот рыба и подумает. Что за чудеса? Плавает в речке колбаса. Съем-ка я ее. И прицепила бантик на крючок. Котята уже почти дошли до мостика, где всегда уделили рыбу. Но тут Федя остановился и говорит. Пойдете к старому омуту. Я однажды видел, как дядя Василий, почтальон, оттуда целое ведро рыбы нес. Бежал в прикрышку, да еще и щука под мышкой. У Васи и Стося от такой истории глаза загорелись. Подхватили они удочки, поплавки и помчали к старому омуту на грыганки. Сидят котята час-другой, хоть бы ёрша клюнул какой. У Васи дернулся поплавок, вытащил Вася удочку, а там… Крохотный малек. Даже за крючок не зацепился. Вылетел из воды, пролетел немножко и шлепнулся Васе на ладошку. Ну и рыбалка, вздохнул Вася. Это не рыба, а какой-то ребенок. Плыви, бедолага. И выпустил его обратно в речку. Тут Тося поплавок бульк и ушел под воду. Тося подхватила удочку, да не тут-то было. Ох, и крупная попалась рыба. Котята бросились на помощь. Тянуты за всех сил. Вася кричит. Федька, беги за трактористом, мы кита поймали. А Тося просто вопит от радости. Тут рыба дернулась сильней. Леска натянулась. И котята полетели в воду. Рыба мчится вперед. Котята за ней. Туча брызг. Над рекой виск. Вот уже и Котофеевка скрылась за поворотом. А трое котят все дальше и дальше летят. Наконец рыба повернула к берегу. Лопнула леска на середине. И оказались котята. Ох, и в тени. Выбрались на берег. Тося воду из ушей вытряхивает. Федя хвост выжимает. Вокруг ни души. Только ива да камыши. А в камышах кто-то ворчит, бурчит. Переглянулись котята. Страшно. Раздвинули камыши и чуть в обморок не упали от удивления. На ивовых ветках сидит самая настоящая русалка. И ругается неспроста. Опутана леска с головы до хвоста. Заметила котят. Как бултыхнется в воду. Котята едва зажмуриться успели. Так их водой окатила. Это все из-за вашего бантика. Чего смотрите? Помогайте. И принялись котята распутывать русалку. А пока возились, уже и подружились. Скучно мне под водой пожаловать русалка. Плыву, а тут ваш бантик. Ну как с ним не поиграться? Меня, кстати, Марфой зовут. Расскажите-ка лучше новости. На Марс ракету запустили? Котята только рты разинули. При ракету на Марс даже не слыхом не слыхивали. Откуда же русалки знать? Есть у меня дружок, засмеялась Марфа. Приходит на речку каждую среду. Ведем культурную беседу. Газеты мечтают. У него их полная сумка. Это же дядя Василий, наш почтальон, сообразил Федя. Так вот откуда у него столько рыбы. Русалка хитро вылугнулась. Вот только не появляется почему-то уже вторую неделю. Без него не знаю, что в мире творится. Тут Тося вспомнила. Он же на больничном. От бабки Валериана на велосипеде ехал и в ворота не вписался. Но вы не переживайте, успокоил Федя русалку. Скоро вылечится и придет. А газета вот, пожалуйста. Только у нее бутерброды завернуты были. И она промокла немножко. Толку-то от газеты вздохнула русалка. Я же читать не умею. Ладно, вечер уже. Ступайте, котятки, домой. Погодите, дам рыбки с собой. Еле-еле дотащили котята свой улов до дома. Вся деревня сбежалась посмотреть. Такой здоровенный рыбинный даже старый кот-щукарь за всю свою жизнь не видал. Он от удивления забыл соврать, что в прежние-то времена таких рыб ловил по три штуки, да еще по четыре щуки. Мама Мурка увидела рыбу и даже испугалась. Нам одним такую за месяц не съесть. Давайте лучше пирогов напечем, ухи наварим и устроим пир на весь мир. Собралась вся Котофеевка к Мурке на уху с пирогами. И Валерьяновна с полными бидончиком, и Баба Гуся с начатами, и почтальон Василий с гармонией пришел. Хоть и голова гантами замотана, а песня вот она. Кто прийти не смог, передали вот такой пирог. На другой день котята прибежали к старому омуту, да не с пустыми лапами. Вася притащил радиоприемник. Ловит и Москву, и Париж. С таким на всех языках заговоришь. Тося букварь принесла, а Федя тетрадки и карандаши. Вот, говорит, рисуй и пиши. Целую неделю русалка училась в грамоте, а потом написала письмо на телевидение. Теперь Марфа часто появляется на экране, ведет передачи «При всякие чудеса». И если вы еще не видели самую интересную в мире передачу у нас в Котофеевке, то обязательно посмотрите. Приятного вам прочтения! Субтитры создавал DimaTorzok